Всем привет! Это Петя Нажиман, и это выпуск уже 14-й. Я... вот чуть-чуть еще подождите, и скоро я буду вам прикольно показывать цифры. Итак, давайте начинать. Начнем, конечно же, с юмора. Лизерман — это настоящий помощник. Хм... не только мужчин, но и на закуску из юмора, конечно же. Спайдерка, печеньки... Быстренько пробежимся по результатам Блэйд Шоу 2013. Начнем, конечно же, с людей. Дмитрий Синкевич. Чей-нож Zero Tolerance 0454 получил награду Overall Knife The Year. То есть это такой прям нож всем ножам, как было сказано на трейсере. Премию издательства Блэйд получил Джойс Лайтери, маркетолог компании Спайдерка. Все-таки у Спайдерка крутые маркетологи, согласитесь. Премию за заслуги в ножевой индустрии США получил Джой Кеслер. И еще хочется отметить один нож, о котором было в последнее время очень много разговоров. Это Fogre X04. Этот нож признан лучшим ножом года, сделанным в США. А еще на выставке многие компании показали свои новинки, а Blade HQ все это сняли. Бенчмейды покрутили свои 7505 Gold класса в руках. В очередной раз, в принципе, для нас с вами это уже не такая новинка. Отметились Zero Tolerance, Microtech, CRKT, Browse Blades и еще достаточное количество компаний. Все это вы сможете увидеть по ссылкам у меня в описании, как и всегда. И не могу не отметить обновленный девайс для заточки. Девайс, обновление которого я очень ждал. И он обновлен не кем-нибудь, а самим Ken'ом Onion. Встречайте, WorkSharp, обновленный Ken'ом Onion. Дополнительные углы, дополнительные ленты и еще много всего. Но только доступно будет лишь в октябре. Минимальная розничная цена 250 долларов, минус 20%, как и всегда. Фоточек в нужном количестве, а главное качестве, я найти не смог. Но зато я нашел достаточное количество видео с Blade Show 2013. Каждый из вас сможет там найти что-то интересное лично для себя. А теперь котятька. Котятьку прислал Алексей Пит. Если у вас есть котятька, есть нож и есть фотоаппарат, сфотографируйте котятьку с ножом и присылайте мне. Только фотку нигде не светите. Еще немножко новиночек. Кабар отметились шейничком, таким большим. Асорк показали свой новый фултан. Кстати, судя по рукоятке, нож под перчатку. Кершау показали свою модель Трио 2. Большой такой и недорогой фреймлок. Немного печальных новостей умер глава компании Victorinox Карл Эльзина. Несколько интересных вещей сегодня представляют только швейцарцы. Венгер. Необычный нож от дизайнеров Porsche. В нем есть даже глубиномет. А еще необычный, укороченный VIX Victorinox. А еще у Венгера есть нож, ну или кастомный нож, специальный для учителей, прямо с указкой. И еще применение Венгера для сигар. Сами увидите на чем. Есть новость? Присылай, а я расскажу. Давайте пообщаемся. С 5 июня все перешли на новый дизайн каналов YouTube. Как вам? Какие у вас ощущения? Стало удобнее или неудобнее? Либо вы уже давно на новом дизайне? Расскажите свои мысли. Что вы думаете об этом обновлении? Это были ножевые новости. Выпуск 14. Петя Ножиман. Лайкайте видео. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok